Вся исполняйся, кройся благих жизнеподателю, прийди все весенны, очисти нас всякие скверные, спаси блажей души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помил нас, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помил нас, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помил нас, во имя Царь и Сын Старуха. Так, ну, снова начинаем, да? Так, сейчас. Уважаемый Сергей Д. Владимирович, уважаемый Леонид Донатыч, уважаемая Тамара Ивановна От нашей войсковой православной миссии по благословению афонских достарцев К столетию мочевнической, но до кончины старца Григорий Ефимович Д. Распутина Была усуждена памятная медаль Григорий Ефимович Д. Распутин На лицевой нудостороне известное портретное изображение Григория Ефимовича Лента, имперский триковор И навожен до крест, но до красной, и красные, но до полосочки символа мочевничества Сзади, на обратной стороне медали, надпись «Боже до своих» Медаль номерная, 100 штук, сделан тираж для награждения тех людей, которые бережно и трепетно сохраняют память старца Григория, друга царской семьи Номер 01 этой медали был нами, но до вручен его высокопресвященству, митрополиту Владивостокскому и Приморскому Вениамину Вот сейчас, 18 декабря, уже до прошлого года, на открытии памятника императору Николаю II в Владивостоке И вот медаль за номером 04, но до врученства имену Сергею Владимировичу Носится она слева Спасибо, спасибо Самый достойный человек от этой медали, больше никто не достойен Медаль за номером 05, но до врученства именной Тамаре Ивановне Просим вас, Тамара Ивановна, потому что без вас, но тоже вы помогали в книгах Я техником была Тыл Вот видите, вот Юрий Ефимович, вот сзади номер, вот и тут аккуратненько так вот это все сделано И вот так вот здесь Очень хорошо продумано Старались Спасибо За номером 06, но до вручается Леониду Донатовичу Все закрепляем Я дожил до такого дня, что будет вот награда такая. Это просто непредставимая вещь. Сам по себе факт это. Потому что вот, если я вот так посмотрел, 2002 год была первая публикация по благословению старца от Саня Николая. С Калай-Вярского. Да. В 2007 году вышла первая книга, уже старец Николай Почил. И вот с тех пор, значит, в течение 8 лет, вот этих 9 книг, которые тоже чудом Божьим молитвами, конечно, потому что написать их, издать еще, это дело непредставимое, так сказать, потому что вот фактически были так вот физическим исполнителем мы вдвоем с Тамаром Ивановым. Вот этого всего проекта. Но за этим стояла молитва старца, молитвы других священников, монахов. Отец Николай, помню, незадолго до смерти он говорил, ну, когда наставлял, как это сделать, как благословлял, он сказал, что по мере того, как правда Божия о человеке Божьем и других царей, Григорий, будет выходить наружу, а в России начнет все постепенно меняться. Мы сначала думали, ну, по такой нашей земной, земному мудрованию, что вот выйдут какие книги, люди прочтут и начнет меняться знание. Ну, ничего подобного, конечно, в общем-то не было. А имелось-то в виду, мы поняли то, что неважно как, прочтут сейчас это или это потом прочтут. Он же ведь сказал, отец Николай, по мере того, как правда Божия, человеке Григорий будет выходить и начнет все меняться. То есть это независимо, так сказать, нелюдскими руками это все делается. При участии людей, конечно. А старец Григорий, он был прежде всего одним из его величайших даров. Это, конечно, был пророческий удар. У него много было различных. И дар целительства был, а вот и учительства, так сказать. Но пророческий удар, он пророческий как словами, так и делами. Вот его дела, те далекие дела, они до сих пор являются, в общем-то, как говорится, таким же пророческим. Вот смотрите, когда говорили, вот первое поле революции, когда, значит, это было сказано, и вот теперь к столетию об этом пошел разговор, снова наступает вот очередной год столетия революции, 17 свободам, двух революций. И вот когда об этом стали писать, естественно, в юбилейных статях, то, значит, другие стали говорить, ну а что, это же не первое поле революции, но первое поле революции, это все в пятом году убивать-то начали. Ну то да, если отступление, так можно смотреть, так сказать, это отступление от Иуды, можно вести это все, это преступление. Но здесь имеется в виду, что без убийства Григория Ефимовича невозможно было подойти к царской семье. А к России без царской семьи то, что до доступа не было. Поэтому это была первая поле революции. Потом стали говорить, что ведь сказал это Пуришкевич, это же его слова. И кто такой убийца, так сказать? Григорий Ефимович, я сказал эти слова, а вы их повторяете. Но дело в том, что тогда забывайте Евангелие, когда говорил Господь, ты сказал, то есть о том, что люди, вопреки своим собственным интересам, говорят правду Божию. Вот. И он таким образом сказал. Еще другой пример такой, что сразу же на следующий день после убийства в Москве еще ведь не знали даже, что это произошло убийство в Петрограде. Значит, по свидетельству Елизаветы Федоровны, великой княгине, происходило в московских монастырях, буквально, как говорится, во время службы, все ночные обдения, беснования. Ну, это в тех монастырях, где придерживались таких же мнений хульных на царского друга. Значит, священники начинали, так сказать, голосить. Значит, монахини задирали подолы, так сказать, своих это. Это было это, свидетельство, причем свидетельство об этом, как говорится, с Юзупом, который посетил Елизавету Федоровну уже после февральского переворота. А это о чем свидетельство? Это свидетельство о том, что это еще на будущее тем людям, церкви, которые хулят. Можно не верить, можно не знать. Ничего там позорного такого нет. Мы все это прошли по этому пути. Но хулить нельзя. Иначе получится вот такое, так сказать, такая вещь неприятная. И вот сейчас мы стоим, как говорится, вот накануне вот этого года. По восточному календарю, как вы знаете, все это распространяется год красного огненного петуха. Мы знаем, что такое, ну, русские люди, что такое красного. Пустить красного петуха. Мы это прекрасно знаем. Но есть еще и другой символ, потому что это символ, вот этот, как говорится, значит, еврейский обычай, копарк, вот этот, значит, вот это, значит, заклание и, собственно говоря, замучивание белого петуха, значит, вот мужчинами и женщинами курицы, для того, чтобы все грехи свои, забот, на него, как говорится, свалить. И вот есть еще такая, вы же знаете, эти открытки с белым петухом, так сказать, вот с головой царя-мученика, которые до революции еще упускались. Вот такой год красного петуха. Но есть во всем этом вот эта надежда. Надежда на Бога. Потому что надежда на людей, вот показало, так сказать, 30-е число, крестный ход в Петербурге. Народа было много. В течение целого дня, от 9, где-то до 3 часов, люди туда приходили. Молебны шли за молебнами. Но не было единого крестного хода. То есть люди все пришли, маленькими ручейками, приходили туда, ко кресту. Но нет соборности. Вот от чего мы, народ наш, мы страдаем. Мы страдаем от отсутствия вот этой соборности. То есть отдельно-то мы туда идем, а чтобы собраться в одну колонну под единое хоругви, к этому мы еще не готовы. Но, как говорил еще когда-то Иоанн Крестьянкин в беседе, помню, он сказал, вот, говорит, вот, говорит, мальчик, как мне как-то сказал, говорит, такую, говорит, я, говорит, молитву, говорит, читаю. Господи, спаси меня за так. Вот нам остается только так молиться. Спаси меня, Господи, за так. И вспомним, опять же, слова отца Николая, с которых я начал, что в России начнет все меняться, как по мере того, как правда Божия о человеке, Божьем Григории, других царей, начнет уходить наружу. И, собственно говоря, вот, учреждением вот этой медали, сегодняшней, вот, мы тоже вот этот, такой вклад в это дело вносим. Еще раз благодарю. Спасибо большое. Я не донатчу тебе дам. Да, собственно, Сергей Владимирович все сказал. Мне действительно вот этот год, который наступает, год революции, очень опасен. Потому что, хоть события, говорили историки, что история повторяется как фарс, но она может что-то и никак не фарс повториться в данной ситуации. Настолько все развивается опасно в мире, что какой там фарс? Она просто усиленно повторится, может быть. Поэтому мы, монархисты, русские православные монархисты, делали и будем делать каждый в своем окопе, каждый на своем поле, до конца будем идти в войну Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. И за нашего государя, Николая Второго Александровича, мученика, и за Григория Ефимовича, первомущеника того времени. Каждый, каждый как может. Еще раз благодарим вас, Игорь Евгеньевич, за эту удивительную награду. Потому что, знаете, разные бывают награды. Можно какой-нибудь орден там, самый невероятный, получить и ничего не чувствовать. А вот можно получить вот такую медаль, и быть совершенно пораженным и потрясенным. Что это вообще возможно. Потому что большинство, к сожалению, в России, и в Церкви нашей православной, до сих пор Григорию Ефимовичу настроенную, ну, мягко скажем, неопределенную, шатаются. Но потом, через сто лет, узнаем, каков был этот человек. А какие сто лет? Чего узнавать-то? Когда все совершенно ясно. Правильно Сергей сейчас сказал. Не могли подойти к царской семье. Потому что он духом своим, святым, охранял ее всей своей силой. Именно поэтому они его так. А ведь, обратите внимание еще, как убивали. Я вообще поражаюсь на наших некоторых патриотов, анархистов. Мучили, бесконечно мучили. Потом сжигали. Потом развеивали. Чего-то... Но же ли это не видно, что такое убийство могло быть только к настоящему мучениву и святому человеку? Нет. Вот. Вот это непонятно. Это непонятно. Правда, когда читаешь Евангелие, ковычеусственность понятна. И Спасителю тоже все кричали. Сойди с креста. Но будем надеяться, что мы свой крест нанесем до конца. И так и будем с вами идти до конца, во имя Отца и Сына, святаго Духа. Еще раз вам огромное спасибо. Храня вас Господь. Задержновение в хорошем смысле этого слова. Это держновение. Просто сам факт, учить день такой медаль. Вы знаете, вот так вот оно получилось. Это мы ездили на Афон тогда в 13-м году. Вот это тоже посвящали до старцев и несколько до проектов. Потому что все вот эти награды, которые мы делаем, вот орден святого святотерпца царя Николая II, орден государыни, императрицы, орден Ивана Грозного до царя. Вот это вот сейчас памятник стоит теперь, слава Богу, в Орле. И вот последний был с медалью Григория Ефимовича. И чудом до Божьим удалось ее сделать, потому что это тоже большие досредства на это. Денег сейчас нет, мы не просим нигде свое. Но вот так вот получилось, что здесь сам до старец и послал денег на это, досредства, чтобы все это сделать. И вовремя это было сделано, потому что тут был вот этот портрет, надо вот чтобы вот эти граверные, да, работы хорошие, вот это было, чтобы он был там на себя похож вот этот. Ну вот сделали, слава Богу, тираж вот этот, все успели, вот 100 штук их. И вот 29-го, ну вот 28-го декабря вот мы приехали вот с иконой государя чудотворной в Петербург для участия, значит, до вечера вот это. На вечере несколько наград было, но до врученого, там тоже Степану Астахову, священникам вот там, вот тоже таким, значит, хорошим вот и монархистам, и которые почитают Григория Ефимовича вот на этом, на вечере вот это. И вот утром я, когда эти медали, вот там, значит, да, раскладываю, вот это, значит, да, смотрю 29-го декабря вот эту вот там на медаль, а вот он, старец, так улыбается, прям с этой, да, медали, вот он улыбается. Вот, и вечер, когда, значит, да, прошел, вот мы были вот там на вечер, потом мы поехали, вот были, ну, значит, на квартире в 11 часов дня, вот это началось с посвящения Нагоруховой 64, вот потом Юсуфовский, значит, да, дворец вот это вот там, вот два дня, вот там 29-го, 30-го вот этой Нагоруховой был, как бы, день открытых дверей, вот это. Вот там одни священники, да, приходили панихиду, заканчивают, да, служить, другие начинают. Море народу, вот это вот такое вот, ну, вот, сложилось такое впечатление, что, как бы, ну, Господь вот засчитал вот это вот все, потому что, ну, все никогда не покаятся, когда, вот, чтобы все покаялись, да, никогда не покаятся, сатанисты всякие там, и вот эти, знаете, там, но ради малого остатка избранных, ну, да, людей вот это вот там, Господь вот, и что-то вот, вот, как бы вот в этот день вот это что-то такое, вот это какая-то глава такая вот эта, ну, то есть нам вот это засчитано, вот поэтому вот и память и вот мы были с иконой там на дорогу на квартиру вот из чехла до вынули и вот в этой вот там комнате 4 капли мира образовалась тут же поверх стекла иконы когда капли как вот наш до слезы такие принароди на там кастаков вот видела то значит да все вот это вот то есть цель то даже нажда показывает этот и вот этим вот и посещением и вот этими образованием до мира вот это что на собственно личность григорий ефимович она такая святая личность это вот и сейчас уже но слава богу то что как бы становится но уже люди ставят до вопрос уже и канонизации его вот это но наверно сейчас это еще или слишком поздно или слишком до рано вот это тут через некоторое до время конечно вот это и там святые они не нуждаются бумажка с этих вот потому что если он уже за свою мученическую до кончину за 13 кого-то резаных дарам вот это и за близостью ты тут поэтому и если бы он был негодяй и вот это его никто не тронул вот или а дурта вот эти был снял сам служил в чека сбежал потом да в америку вот это и кончил жизни как собака там у баптистов каких-то где-то там вот здесь вот видите как вот человека вот это убили выкопали вот это ну там морозы вот это вот людям делать нечего они побежали там копать его вот это как будто больше нету 30 градусный до мороз больше других на занятий нет только вот его выкопать увезли сожгли вот это устроили адские похороны вот эти вот такие вот там потом это стало там синонимом там казино до распутства как вот этикетки бутылки вот этот водка до распутины всякая дрянь вот этот как бы такая сейчас вот уже вот этот но да правда она уже она вышла вот это и вот о нем вот но плохо как и вот о царской семье говорят ну люди вот знаете но если к этим людям внимательно посмотреть и ну вот значит это как бы вот это присмотреться с гнивой и душевой вот это там гнили есть вот это кто вот о нем так плохо говорит это с гнилью люди вот это потому что не может даже православный человек вот убили да вот это он лично вам ничего плохого не сделал убит сто лет назад вот это там тело сожжено вот это так что вы повторяете вот это какие-то глупости вот это там вот о нем доказательства но вот это нету были двойники вот эти все эти сфальсифицированные вот эти там какие-то его непотребства которые приписывали ему и царская семья это были люди далеко не дураки вот это там он был проверен перепроверен вот и ну нельзя доверять вот ну вот этой вот глупостям вот это и очень обидно даже за людей то которые повторяют вот этот подно вот эти сейчас какие-то скабрицы скабризности о нем это даже и не православный поступок это совершенно от этих лиц вот знаю что вот это но даже по учреждению да медали вот это нашлись там и найдутся люди которые будут там зубоскалить вот это что вот там ха вот это вот там вот там находится какие-то сумасшедшие которые делают а медали делают памятники там пишут книги от и тут господь да разберется в этом а каждый ответит там за свое поэтому а слов своих осудишься и оправдаешься вот это вот не нужно